В мае Беларусь отметит 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Регулярно в преддверии этого значимого дня военнослужащие военного комиссариата наводят порядки на местах захоронений. Причем каждый из них, то есть братские могилы, которые мы можем встретить и на местных кладбищах, и в качестве самостоятельных мемориальных комплексов, находятся на балансе у государства, и за ними закреплены предприятия, организации, учреждения, которые держат над ним шефство. Однако есть и индивидуальные могилы солдат, офицеров, заслуженных людей, приближавших победу, которые сегодня пришли в упадок и оказались заброшены. Именно такие места мне и приводят в порядок специалисты военного комиссариата Гродненской области. Предшествует этому скрупулезная работа, в том числе в архивах с документами с привлечением 52-го поискового батальона. Нередко, но чтобы найти такие захоронения, специалисты посещают кладбище. Одно из них, расположенное по улице Антонова в Гродном, старейшее в стране, и здесь подобных могил немало. В прошлом году, например, там было приведено в порядок место погребения полковника Антипова. В этот раз за порядок взялись на могиле Ивана Васильевича Жиганова. Что касается конкретно этого захоронения, полковник Жиганов, он прошел полностью всю Великой Отечественную войну, он участник гражданской войны, он участник освободительного похода в 1939 году в Западную Беларусь. Человек более чем заслуженный, награжден орденами, медалями, такие ордена, как Орден Ленина, Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени. Поэтому нами было принято решение, что данная могила не может находиться в таком состоянии, и мы ее приведем в хороший надлежащий вид. Могила героя оказалась в запустении. Вдова Ивана Жиганова через год после смерти мужа уехала в столицу. Информацию о том, где она сейчас, детям и потомкам героя установить не удалось. Тем не менее, подчеркивают специалисты военного комиссариата, жизненные обстоятельства бывают разные, и своих оценок таким ситуациям не дают. Стараются по возможности индивидуальные захоронения находить и приводить в порядок. К слову, памятник и ограда сохранились в довольно приличном состоянии. Поэтому на могиле убрали мусор, разровняли землю, все почистили и помыли. Затем освежат краску ограду и надписи на памятнике. Отмечают, что такой пример оказался заразителен в хорошем смысле. Наводивший порядок специалисты заметили на могиле полковника Антипова, которую приводили в порядок в прошлом году. Кто-то неизвестный, но неравнодушный поддерживает наведенный порядок. Срезаны ветки кустов, высажены растения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова